Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Переполох на работе. Завгар орет. Где Рыбин? Вот я и сюда. Тю, мало ли, забухал. Ты не похож на него. Что-то видишь? Ня-а. Я чего боюсь? В субботу на Грибочки он звал. Слышь, что за Рыбин могут быть в декабре? Я спрашиваю, что за Рыбин? Скорую вызывай. Что? Скорую и милицию. Двери будем ломать. Ага. Хоть бы успеть, хоть бы успеть. Держись там, вонютка. Да, так у него у тебя руки-то, а? Виноват. Не каждый день приходится дверь выламывать. Сейчас еще. Все, есть. Так. Эй, медицина. Давай. Чуть-чуть. Вонютка. Так, бабка плакальщица. В сторону. Участковый, где ты там? Я тут. Ты за старшего. Надо труповозку взвать. Иван Рыбин работал водителем в ростовском лесхозе. Мужчина работящий, не пьющий. Труп Ивана обнаружили в его пустой, закрытой на ключ квартире. Следов насильственной смерти на теле не было. Тревогу забил коллега Рыбина, когда Иван не появился на работе. Лесхозовский слесарь вспомнил, что два дня назад Рыбин попросил прийти помочь со сборкой мебели. А потом предложил посмотреть хоккей, поесть картошки с грибами. Осенью 80-го в Ростове прокатилась волна отравлений. Было несколько летальных исходов. В этом случае худшие опасения, кажется, подтвердились. Ну вот. Гадость какая. Значит, говорите, он вас в субботу на грибочке звал? Звал. Говорил, жены не будет. Соберем табуретки, посидим. Подождите, а жена Рыбина где? Не знаю. Куда-то ездит. За больной матерью ухаживает. Ясно. А дети у них есть? Детей нет. Слушайте, что-то спиртное. А говорили, не пил. Настой какая-то. Ну ладно. Так, дело в морг. Идемте. Вот черт. Слушайте, лак-то свежий. Ну я же говорил. В субботу собрал. А. Ну да. Не понял. Что значит это не отравление? А вы пепельницу посмотрите. На столике возле кресла стояла пепельница, а в ней истлевшая сигарета. И что здесь такого? Он подкурил сигарету перед тем, как отключиться. Наверное, сделал пару затяжек. Положил ее в пепельницу и все. А о чем нам это говорит? Я видел пару случаев отравления грибами. Ну? Вы знаете, что происходит с человеком на той стадии, когда он вот-вот впадет в кум? И что же? Скажем так. Выворачивает наизнанку. Даже самый заядлый курильщик в таком состоянии о сигарете не вспомнит. Ладно. Вскрыть ее пока что. Привет. Здравствуй. Ну что, готов? Почти. Ну? Сейчас. Ну что сейчас? Я тут кое-кого пригласил. Кого еще? Это был следователь прокуратуры Павел Маркелов. Его появление означало одно. Патологоанатом заподозрил, что Рыбину помогли умереть. Во-первых, это не грибочки. А что? Экой ты нетерпеливой. Ну дай же человеку сказать. Спасибо. Это кровоизлияние в мозг и как следствие инсульт. Подождите, если это обычный инсульт, зачем прокуратура? В том-то и дело, что это не обычный инсульт. Последствия передозировки. Чем? А? Передозировки чем, Филин? А, к лафелинам. Спасибо. Интересно. Ну а время смерти известно? Ну, трупы примерно сутки. Угу. Сутки. Это получается вечером в воскресенье? Получается. Ну, с чего начнем? Давайте искать супругу. Что сейчас? А когда, Валера? Давай. Кто там? Кто там так поздно? Гражданка Рыбина. Ну? Это милиция. Можно? Вдову погибшего нашли в 15 километрах от города, в поселке Янтарной. Елена Рыбина бывала здесь часто. Досматривала больную мать. Здравствуйте. Здравствуйте. Плохие новости, гражданка Рыбина. Вадик. Вадик. Ой, ты мой хороший. Вернулся. Подождите, я не Вадик. Не обращайте внимания. Мама болеет. Что вы хотели сказать? Дело в том, что ваш муж, он... скончался. Как? Передозировка клофелином. Мне очень жаль. Какое счастье. Прости. Елена. Елена, вы не могли бы... Елена, вы... сделайте что-нибудь, пожалуйста. Опросить вдову не получилось. Ее забрали в больницу с сердечным приступом. С тещей покойного говорить было бесполезно. Женщина страдала слабоумием. А вопросов по делу было немало. И самое главное, как в организм Рыбина попала высокая доза клофелина. В общем, вдова еще денек-другой полежит в больнице. Врачи попросили... Не беспокоить. Ну да. Павел Иванович, ну что вы тут хотите найти? Да не знаю. Может, вот это. Да это настойка какая-то там на донышке. Никит, возьми на экспертизу. Слушайте, ну не смешите. Вы же не думаете, что он сам в себя влил лошадиную дозу клофелина. Да, и отпечатки со стекла откатай. Хорошо, напомнил. Да, пожалуйста, только там и мои пальчики. Вот еще. Это обычная мука. Увидим. Ну-ка. Лак. Свежий еще. Он эту табуретку в субботу просто собрал и лаком вскрыл. Да, добро... Никита, ну-ка, глянь. А что там? На кромке сидения табурета следователь обнаружил прилипший ворс. Ну, похоже... Может быть, это ворс с одеждой убийцы? Павел Иванович, ну при чем здесь убийца? Это наверняка с одежды покойника, которая сейчас висит в шкафу. Валера, вот пойди посмотри, висит или не висит. Специалист. Слушайте, а что за материал-то хоть? Ну, думаю, что... Да что тут думать. Кашемир это. Ха, кашемир. Откуда у водителя лесхоза кашемир? Кашемир очень теплый, мягкий. Материал его производят из пуха кашемировых горных коз. На территории Советского Союза таких разводили. Попытки селекционеров скрестить кашемировых и ангорских коз особым успехом не увенчались. В СССР кашемировое волокно импортировали из Индии и Монголии. Но материала не хватало. Дефицит ощутили на себе даже советские школьники. До 62-го года их форму шили из кашемира. Потом пришлось перейти на другой материал. Новая форма по качеству сильно уступала прежней. Она не дышала и кусалась. В гардеробе погибшего сыщик не нашел кашемировых вещей. Зато обнаружил квитанции записную и сберегательную книжки. Что там? Да похоже, этот Рыбин перед смертью деньги копил. В смысле? Ну, вот эти квитанции, они из комиссионного магазина. Вот смотрите, он здесь сдал охотничье ружье, вот, кожаная куртка, и там дальше много золотых украшений. Да, это хорошо. А ты ничего из кашемира черного цвета не находил? Нет. А вот это плохо. Тюк, где же ты? Куда подевался, а? И на сберкнижке деньги имеются. Да, зачем советскому человеку так много денег и сразу? Может, игрок? Или долги в конце концов? Ой, жалко, жалко, вдова слегла. Так много о чем есть с ней поговорить. Интересно. Я посмотрю. Здрасте. Вы кто? Следователь прокуратуры. Маркелов. А вы? Трофимовная, соседка. А Леночка есть? Леночка? Вдова. Нет ее, нет. Она в больнице, сердце прихватила. Добрый день. Вы что-то хотели? Странно. Что странно? Если Леночка в больнице, ключ тогда где? Простите, какой ключ? Вазоны видите? Конечно. Соседка рассказала, что Рыбины хранили там запасной ключ от входной двери. Хозяин квартиры часто терял свою связку, поэтому имел запасные. А где ключ был? А вот там вот. Валер, глянь. Вот здесь? Да. А как выглядит? С бревком Ленинград. Вы со всей ответственностью отнеситесь. Я в субботу здесь поливала, ключ лежал. Павел Иванович, пусто. Да я понял. Интересно. Ключа с брелоком Ленинград мы в квартире не находили? Вот видите. А скажите, в субботу вечером, может, в воскресенье, кого-нибудь постороннего видели у Рыбинах? Я? Лично я не видела. Вы у Степановича спросите, дворник наш. Он целыми днями во дворе крутится. Степановича мы спросим. В собственной квартире обнаружен труп водителя ростовского лесхоза Ивана Рыбина. Все указывало на то, что мужчина отравился грибами. Но вскрытие показало, он умер от передозировки клофелином. Вдова после известия о смерти мужа попала в больницу с сердечным приступом. При осмотре квартиры сыщики обнаружили сберкнижку с крупной суммой, на ней и квитанции с комиссионного магазина, которые свидетельствовали о продаже личных вещей. Это значило, что Рыбин копил деньги. Соседка сообщила, пропал ключ от квартиры погибшего с брелоком «Ленинград». Его Рыбины хранили под цветочным горшком на лестничной площадке. Здравствуйте. И вам не хворать. Степанович, вы в воскресенье здесь были? А где ж еще? У нас что выходные, что проходные. Работаем. Скажите, а к Рыбину кто-нибудь заходил? Не знаю. Плохо. Ну, под окнами какой-то жулик пасся. А кто? Дворник заметил, как из подъезда Рыбина вышел какой-то мужчина и что-то высматривал у окон квартиры Ивана. А кто там курит? Урны для кого поставили? Ну, что ж ты будешь делать? А, ну, выходи. Э, ты где? Лица, значит, не разглядели. Не-а. А одежда? Ну, выглядел как? Может, на нем было черное кашемировое пальто? Вот, не помню я. Ну, неужели совсем ничего не запомнили? Табачок он хороший курит. Вот. А откуда знаете? Так, вот. Дворник рассказал, что не удержался и подобрал окурок, который бросил неизвестный. Это была не фабричная сигарета, а самокрутка. Только прикурил, целёгонько. На. Ну, кое-что, что она мне нужна? А ну-ка, дайте. А бумажка-то не газетная? Ага. Смотри. Самокрутка неизвестного была свёрнута из бланка местного лесхоза. В этой конторе работал погибший Иван Рыбин. А как бы нам узнать, кто же это к нему приходил, а? Это бутылка с настойкой мелисы. Экспертиза установила, в ней содержалась смертельная доза клофелина. А вот на этой скалке обнаружили частицы порошка. И установили, что это растолчённые таблетки. Мог ли Рыбин приготовить такой коктейль сам? Или ему кто-то помог? Следователь склонялся ко второму варианту. Он досконально изучил записную книжку покойного. И вот что обнаружил. На одной из страниц в самом верху было написано «Рейсы». Ниже колонкой шли даты, все за текущий год. И напротив каждой даты сумма. Вот, например, здесь указано 75 рублей, 90 рублей. И в самом низу был подбит итог – 1240 рублей. В скобках большими буквами «Долг». Следствию надо было выяснить, это долг Рыбина или эти деньги задолжали ему. Я впервые вижу эти записи. Да, вроде его. А квитанции? Зачем ему понадобилось срочно продавать ружьё, украшения, куртку? В лес долги? Это… Да нет, ну что вы. Я не знаю, зачем ему деньги. Извините. Это вы нас извините. Ещё пара вопросов. Когда вы видели мужа в последний раз? В четверг вечером после школы. Я преподаю английский на полставки, чтобы ещё присматривать за мамой. А муж, он забрал вас в четверг и… Завёз к маме, а сам вернулся в город. А потом вы приехали в понедельник и сказали, что Ваня… А Елена, у вас дома клофелин имелся? Клофелин? Нет, нет. Муж не жаловал таблетки. Если лечился, то народными средствами. Максимум банки, горчичники. А так настойки. И последнее. Скажите, среди ваших знакомых или, может быть, коллег мужа, кто-нибудь носит чёрное кашемировое пальто? Кашемировое? А что? Дело в том, что мы на вашей носу. Ничего, ничего. Вы поправляетесь. Вы знаете, я вспомнила. Начальник мужа, Владимир Иванович Кныш, у него есть хорошее пальто. Но кашемировое или нет, я не знаю. Спасибо. Выздоравливайте. В этот же день следователь встретился с начальником Ивана Рыбина. Завгар Владимир Кныш вёл себя приветливо, с готовностью отвечал на вопросы правоохранителей. Что-то вы легко одет. Да бегаю целый день, так и согреваюсь. Ну вот, его уголочек. Тут Ванька обычно уютился, когда был не за рулём. Ключит радио и сидит. Что-то из дерева строгает. А как хорошо вы его знали? Ну, в гости друг к другу не ходили. А так, парнем он был нормальным. Рукастый. Вы разрешите? Смотрите. Смотрите, смотрите. Ещё одна связка ключей. Сколько ж у него было этих дубликатов, а? А ты уверен, что они от квартиры? На одном из ключей был наклеен кусочек пластыря, а на нём написано К-32. 32. Кабинет, что ли? Да, 32-й. А есть у вас такой? Ну, такой, да. Это ж не министерство. Ну, в лесхозе максимум кабинетов 10. Конторка маленькая. А это... Что? Это... Угостить сигареткой? Ну, почему не угостить? Только это на любителя. Сам кручу. Ну, оно, может, и к лучшему. Оперативник заметил, что сигарета скручена из бланка путевого листа лесхоза. Такую же самокрутку нашли под окнами квартиры погибшего водителя. Значит, говорите, ни разу к нему в гости не ходили? Не. Ну, у меня, простите, дела. Ваня помер, а работу делать надо. Крутимся. Павел Иванович, ну, я, конечно, понимаю, что он без кашемирового пальто, но надо брать. Нет. Погоди. Понаблюдаем пока. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Кныш! Потушите спичку. Я должен здесь все сжечь. Поймите, вы разлили керосин, вы можете и сами загореть. Мне плевать, я в тюрьму не хочу. Стоять. Держи его. Заведующий гаражом рассказал, по приказу руководства организовывал левые машины, груженные лесом. А после визита следователя понял, что до него рано или поздно доберутся. Решил устроить пожар в бухгалтерии. Хозяйственные дела лесхоза интересовали группу постольку-поскольку. Следователю важно было понять, какое отношение эти махинации могли иметь к гибели Рыбина. У горе поджигателя откатали пальчики, сравнили их с теми, что нашли на бутылке со смертельной настойкой. 1240 рублей. Долг. Что это? Это мой долг перед Рыбином. Я ждал, пока сверху денежку спустят, а начальство не торопилось. Вы что, убили его за тысячу рублей? Что за бред? Да вас видели в воскресенье у дома Рыбин. У дома? Я ему часть денег принес. Он хату родительскую хотел купить. А вот я думаю, что в гараже вы нашли запасную связку ключей, пробрались на кухню, да и подсыпали ему клофелину в настойку. Решили избавиться от свидетеля ваших делишек с лесом. Да вы не отпираетесь, улики мы найдем. Ну вот, ну вот был же шанс накатать чистосердечное. Вы? Что у вас? Новости не обрадовали следователя. Ворс на табурете из квартиры Рыбина был не от пальто задержанного, а на бутылке с настойкой мелисы отпечатков кныша не обнаружили. И на шкалке тоже нет. Черт. Что-то еще? У меня все. Угу. Павел Иванович, звонили из больницы, вдову выписывают. Она просит ключей привезти. Да у нее что, своих нет? Ну сказала, вроде как в машине мужа оставила. А вот этот ключ К-32, помните? Ну. Он от школьного кабинета. Ну хоть что-то прояснилось. Держи. Что, не срастается? А вы не радуйтесь. У АБХСС к вам тоже вопросы есть. Срастется. Ну что, товарищи, теперь, я думаю, все будут довольны. А тянуть в какой последовательности будем? Да хоть по алфавиту. Кто первый? А, Авраменко, прошу вас. А можно не входить в учительскую? Кто там? Это милиция. Простите. Я думала, ученики. Да ничего страшного. Здравствуйте. А что у вас тут такого интересного происходит? Заводж школы пояснила. Профсоюз выделил 4 путевки в Болгарию. Заявок от желающих было на 2 больше, чем путевок. Понятно. Вы выбираете, кому достанутся, да? Да. Даже надо, как в фильме «Гараж». Вы ко мне? Подождите минуточку. Товарищи, давайте мы Елену Сергеевну пропустим вперед. У нее такое горе. Пусто. Пусто, ваша мать, пусто. Не понял. Простите ее, пожалуйста. Ей очень нужно было в Болгарию. Да, я понимаю. Я и сам-то за границей не был. Да тут не в этом дело. Ей нужно было к Ванге. Куда? К Ванге. Вангелия Гуштерова, или просто баба Ванга, жила в небольшой болгарской деревушке. Там же принимала посетителей со всего мира. Люди ехали к ней за советом, исцелением и общением с усопшими. Одним из ее постоянных клиентов был лидер болгарских коммунистов Тодор Живков. Чиновник даже распорядился платить прорицательнице зарплату. Певец Филипп Киркоров утверждает, что Ванга предсказала его музыкальную карьеру и брак с Аллой Пугачевой. Говорят, что Ванга предвидела аварию на Чернобыльской АЭС, распад Советского Союза и атаку на небоскребы Нью-Йорка. Так значит, женщина хотела поехать на лечение, да? Неужели сложно было уступить ей путевку? Нам тоже надо. И потом, кто сказал, что эта Ванга ей вообще поможет? Ой, смотрите, Елена Сергеевна на улицу выбежала? Да она же раздетая. Вынесите ей пальто. Еще чего? У меня своя жена есть. Давайте я. Какое? Вот на вешалке. Ясное дело, не может забеременеть. Такое пальто тонкое носить. Это кашемир. Он теплый. Как вы сказали, кашемир? Оперативник обратил внимание. Чуть ниже колена на пальто был виден четкий след от лака. Эта деталь переворачивала все расследование с ног на голову. Раньше следователь полагал, что пятницу, субботу и воскресенье Елена провела у матери. Но Рыбин скрывал табурет лаком в субботу. Значит, на выходных дома она все-таки была. Ну так а куда ты раньше смотрел? Ты же приезжал к ней ночью в день обнаружения. Да вы что, Павел Иванович, она же ко мне в простенькой шубейке вышла. Да если бы она в пальто, я бы сразу... Понятно. Стучи. А я сейчас. Здравствуйте. Что-то случилось? Елена Сергеевна, мы подозреваем вас в убийстве мужа. Вы погодите в обморок падать. У нас санкция на осмотр квартиры и личных вещей. Это как? Вот так. Найдем понятых и будем смотреть. Разрешите? Ну что вы хотите, не было меня тут. Соседи бы видели. Ну хорошо. А вот это что? Сыщики нашли большой чемодан. При первом осмотре квартиры его в квартире не было. Мамоны вещи взяла постирать. Вы что, будете их смотреть? Работа у меня такая. Собачья. Ну что, приятно? Осматривая вещи из чемодана, оперативник нашел ночную сорочку. Из нее выпал на пол ключ с брелоком. Ленинград. Что это? Елена, хватит. Вы прекрасно знаете, что это. И вон соседка тоже ваша знает. Запасной ключ, который ваш муж держал на лечной клетке под вазоном. Вы об этом знали. Ваша связка была у мужа, а домой вы попали вот этому ключу. Ну ладно, может и так. Но я просто не хотела признаваться, чтобы вы не подумали на меня. Выкручиваетесь. Выкручиваетесь. Ну ладно, ладно. Валер, продолжай осмотр. Мама дорогая. Рассматривая содержимое чемодана, следователь удивлялся все больше. Там нашли написанную от руки подробную инструкцию, как и где найти бабу Вангу. Вот обязательно при себе нужно иметь арфенат, а перед визитом положить его под подошку. И самое главное, в чемодане нашли полупустой пузырек клофелина. Я уверен, что на бутылочке с настойкой будут ваши отпечатки пальцев. Да и на скалке тоже. У вас безвыходное положение. Давно уже. Будем признаваться, Елена Сергеевна? Будем. Хорошо. Из-за чего вы убили мужа? Из-за этого дома дурацкого. Родительского дома вашего мужа? Да. Как же я его ненавидела. Почему? После свадьбы мы два года жили там, пока Ваня квартиру не получил. Это были худшие годы моей жизни. Свекра еще как-то терпела, но свекровь, всю душу вынимала. А потом их не стало. В наследство Иван получил половину родительского дома. Вторая часть отошла брату. Тот жил на севере и решил свою половину продать. Вот и хорошо. Если вернут долг, все сходится. Все. Я спать. Все это время я пыталась забеременеть. Долго и мучительно. Куда я только не ездила, кого не просила. А Ванге от кого узнали? Одна знакомая посоветовала. Но проблема была в том, что Ванга принимает только у себя в доме. Дальше. Я долго ходила, думала, как мне к ней добраться. На прошлой неделе в школьной учительской вывесили объявление. Профсоюз предлагал купить путевку на горнолыжный курорт Болгарии. Стоимость 200 рублей. Женщина сообщила мужу о своем плане. Попросила денег на поездку. Рассказала, что очень верит, что Ванга ей поможет. Нет. Как нет? Все идет на выкуп дома. Хорошо, тогда я сниму со сберкнижки. Кто тебе ее отдаст? Как? Там есть и мои деньги. И вообще, ты спросил, хочу я в тот дом или нет? Кто тебя туда вообще звал? Что ты делаешь? Поживешь у матери, подумаешь. Хотя, что тут думать? Нет у меня жены, и детей от тебя не надо. Давай, Валет. Что было потом? В собственной квартире обнаружен труп водителя ростовского лесхоза Ивана Рыбина. Все указывает на то, что мужчина отравился грибами. Но вскрытие показало, он умер от передозировки клофелином. Таблетки добавили в настойку с мелиссой. Их размельчили при помощи скалки. Соседка погибшего сообщила, пропал ключ от квартиры с брелоком «Ленинград». Его рыбины хранили под цветочным горшком на лестничной площадке. При осмотре места преступления на табурете обнаружен ворс от кашемирового черного пальто. Такое было у вдовы Елены. Все указывало на то, что именно она убила своего мужа. Причина – бездетность супругов. Женщина хотела поехать к Ванге в Болгарию, но муж отказался оплатить поездку. В субботу я приехала в квартиру. Караулила под подъездом, ждала, пока муж уйдет. Он куда-то намылился, у него в руках было ружье и куртка. Но это он в комиссионку отнес. Ну да, да. В общем, он ушел, а я зашла в подъезд. Елена знала, как попадет в квартиру. Рассеянный муж хранил запасной ключ в горшке с цветами. Зайдя в квартиру, Елена кинулась искать сберкнижку, но ее нигде не было. Зато Рыбина обнаружила, что пропали все ее украшения. Как потом оказалось, Иван отнес их в комиссионку. Решение пришло само собой, когда в шкафчике Елена нашла пузырек с клофелином. Ненависть к мужу захлестнула Елену. Она растолкала несколько таблеток клофелина и всыпала порошок в настойку мелиссы. Решение пришло само собой. Если бы я этого не сделала, он бы все деньги отдал за дом брату. А мне очень надо было в Болгарию. Елена Сергеевна, вы, конечно, простите, но вы же понимали, что такая доза клофелина убьет вашего мужа. От кого вы хотели иметь ребенка? Да от кого угодно. Мужья меняются, а ребенок остается. Но вы не думайте, мне больно. Никогда не думала, что дойдет до такого. Я же его любила когда-то. Да любила. Суд принял во внимание сотрудничество подсудимой со следствием и приговорил Елену Рыбину к 8 годам лишения свободы. На волю Елена вышла, когда ей было 37. Она хорошо вписалась в перестроечные времена. Устроилась в кооператив. Пригодилось знание иностранного языка. Елена вышла замуж. Год спустя родила ребенка. Родительский дом, который хотел выкупить Иван Рыбин, так и остался пустовать. Заведующий лесхозовским гаражом Владимир Кныш тоже предстал перед судом за расхищение госимущества и попытку поджога. Он, как и Елена Рыбина, получил 8-летний срок, но на свободу так и не вышел. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ёперный балет. Все, заглох. Я говорил тебе, какого через лес ехать? Кто нас теперь отсюда вытащит? Да не бурчи ты. Сейчас я гляну. Гляну. Глянь, глянь. Умник. Я пока отолью. Ты еще на колесо прям давай. Смотри, какой нежный. На колесо. Могу и на колесо. Идиот. Петька! Петька! Да? Завелся я. Сейчас это. Сейчас поедем. Нет! Давай в обратную сторону. В ближайшей телефонной будке. Депропетровская область. Окраина города Новомосковск. Место, где начинается 30-ти километровая лесополоса. В декабре 79-го местные мужики нашли там кроссовку. А в ней останки человеческой ступни. Кроссовка новая. На ней символика Олимпиады 80. Такие поступили в продажу только в начале года. На ней имелись следы лисьих зубов. Судя по всему, звери оттащили обувь к дороге, а где-то в глубине леса остались останки тела. На место обнаружения прибыла опергруппа из Днепропетровска. Задача стояла из непростых найти труп. Зря вы это. Ничего не выйдет. Туда еще километров 20. И в эту сторону километров 5. Так, лейтенант, не расхлаживай мне тут людей. Идем давай. А ну как хотите. Есть. Тело мужчины лежало на земле. На шее автомобильный ремень безопасности. Рядом фрагменты крупной ветки. Повесился товарищ. Или его повесили. Ага, ветка не выдержала. Ну что, Матюшка, что-то нашли? Водительское удостоверение, техпаспорт. Неплохо сохранились, кстати. В отличие от тела. Так, Новиков Александр Сергеевич. 32 года. Шестерка. Красная у него. Из деревни Орловщина. О, так это тут рядом. В ту сторону за лесом. А там без вести никто не пропадал. Труп явно не вчерашний. Слушай, а сколько ему? Примерно. Да сложно сказать. Ты же видишь, какой здесь климат. Но не менее полугода это точно. Полгода? Странно. Что оно еще тут лежит? Слушай, а у вас же тут... Эти, маевки. Грибные сезоны. Что, тут вообще никто не ходит? Леса дремучие, болото кругом. Местные сюда вообще не ходят. Я вам так скажу. Я не удивлюсь, даже если машина где-то рядом стоит. Может, передохнем да поищем? Нет, темно уже. Лучше завтра со свежими силами прошерстить тут все. Может, какие новые улики найдете? Ладно, едем в Орловщину. Узнаем, что это за Новиков такой Александр Сергеевич. Все записал? Да. Сволочь! Бабник! Опять намылился к своей лохудрень пущу! Алина, перестань, нет у меня никакой лохудры! Я к Сереге по делу! К Сереге? Такой распуфыренный! Ой, Юрка, не брешись! Усти, истеричка! Козел! Чтоб ты провалился, бабник! День добрый! Какой же он добрый! А это дом Новиковых! Вон, Новиковых! Я из милиции. Мне в сельсовете дали адрес. Да? Ой, простите. А что, надо милиции? Давайте пройдем, нужно поговорить. Давайте. Пройдем. Это Саша, брат моего мужа. Где живет? В Донецке. В Донецке? А тут кто? Я с мужем. Донецк, три часа из-за отсюда. Отношения поддерживаете? Списывайтесь, созванивайтесь, встречаетесь. Куда там? В последний раз он восемь месяцев назад был. На годовщину смерти отца. А что случилось? А какого числа годовщина? Свекор умер третьего марта. Вот Саша тогда и приезжал. Он с моим мужем на кладбище ходили. А потом купили мотоцикл, поддержанный. И нанял водителя, чтоб тот его в Донецк отогнал. Ну, и сам туда же, к семье. Так что случилось? Он на своей машине уехал? На шестерке. Вы это... Вы не пугайте, что случилось-то? Мы обнаружили труп в лесу. В кармане права на имя Александра Сергеевича Новикова. К утру следующего дня труп все еще не опознали. Дело в том, что брат Александра Новикова не вернулся домой ночевать. Супруга призналась, это может затянуться на неделю. У мужчины появилась любовница. Чтобы не терять время, сыщики решили ехать к семье Новикова в Донецк. Там у Александра были жена Людмила, 18-летняя Леня, сын Людмилы от первого брака и 5-летняя Лиля, их совместная дочь. А Милки нет. А муж ее, Александр? Ха! Вспомнили. Я уже забыла о таком. Значит, не появлялся давно. Можно с вами поговорить? Ой, а что случилось? Есть основания полагать, что ваш сосед погиб. Труп нашли в лесу. Это Милка его убила. Точно Милка. Можно вас? Милка, его жена. А за что? А вы что, ничего не знаете? За сына. Приезжал недавно Александр, привез ему подарок, мотоцикл. Милка была против. И что? И что? Два дня хлопец покатался, а на третий убился. Беда. И не говорите, Милка обезумела совсем. Милочка! Ой, горе-то какое, Милочка! Переживем, переживем. Ступайте. Убью! 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 Убью тебя! Не навижу, мразь! Скотина! Потом Милка Сашу выгнала. Он уехал. Так, а если он уехал, как она могла его убить? А я почем знаю. Но убить грозилось. Это точно. Милка, она ведь вывихнутая. Степановна, а это кто? Людмила Петровна? Да. Я из милиции. Можно с вами поговорить? Вы, наверное, по поводу гибели Лени? Нет. Я по поводу вашего мужа. Ладно, пойдемте. Мама, мама, у Мишки лапка болит. Доча, иди. Ну, мам. Я кому сказала? Да. Это Сашкина вещь. Странно. Плачете. А я знаю, вы сами его выгнали из дома. Степана, она... Ну, кто же еще? Выгнала, да. Потому что он моему сыну мотоцикл подарил. А... У него ни прав, ни опыт, а кто ж так делает? Вот думает, если у него деньги есть, так за деньги можно всех купить? А детям ведь внимания нужно. Кстати, о деньгах. А где он работал? На севере. Геологом был. То тут, то там. Значит, вы думали, он на севере? Да. Я думала, забыл нас. На развод вы не подавали, алименты не просили. Странно. Итак, последний раз вы видели его какого числа? Седьмого марта. И куда он мог податься? Я не знаю. Может, к брату поехал? Нет. Жена его брата говорит, он был третьего. Затем ехал... Сюда. Я не знаю, может... Хотя... Может, и так. Что? Может, он к однокурсникам поехал. Да-да, добрый вечер. Добрый. Хозяин, тебе телеграмма. О, спасибо, сосед. Людмила, как поживаешь? Спасибо, Коля, не жалуюсь. Пятого марта Александр получил телеграмму. Мила обратила на нее внимание, потому что отправитель предлагал встретиться на праздник. Восьмого марта. Поедешь? Поедем. Это Генка старосты у нас был. Вот у себя дома собирает. Десять лет как выпустились. Поедем. 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 Ну, давай, закончим. Давай. Тяни. Готова? Готова. Я в тот вечер тоже должна была с ним ехать, но в тот вечер мой сын разбился, и, сами понимаете, как-то не до этого было. Ну, адреса, имена однокурсников помните? Студенческие клички. Оса, не знаю, пчела, крокодил. Хорошо, на почте проверим, откуда пришло. Точно. У нас есть здесь почтальон знакомый. Он знает. По соседству живет. Я вас проведу. Пойдемте. А вот и почтальон снег убирает. Коля! А? Иди-ка сюда. Сейчас подождите. Вот этот товарищ хочет с тобой поговорить. Я пойду, ладно? Да, конечно. Да. Пятого марта вы приносили телеграмму для Александра Новикова? Ну, да. Нужно выяснить, откуда пришла. Прямо сейчас? Ну, а чего тянуть? Так почта-то закрыта. Это мой Днепропетровский номер. Как выясните? Дайте знать. Да, конечно. Под Днепропетровском в лесу обнаружен труп геолога Александра Новикова. Мужчина проживал в Донецке. Восемь месяцев назад поссорился с женой и ушел из дома. С тех пор его никто не видел. Жена погибшего рассказала, незадолго до их ссоры Александру пришла телеграмма от однокурсника с предложением встретиться всем курсом. Возможно, Новиков погиб, направляясь на встречу старых друзей. Утром планы оперативника изменились. Ему сообщили, что в глубине Самарского леса нашли автомобиль, принадлежавший жертве. Ну, вот как так? Машина с марта месяца в лесу, ее никто не видел. Так бывает. Люди здесь не ходят. Нам лесник помог. Он здесь все знает. Вот такой вот дядька. Михаил Николаевич, Павел Кузьмич. Приветствую. Спасибо вам. Да мы чего? Мы завсегда, если что, пожалуйста. Ну, что нашел? Ножницы и огрызок ремня безопасности. Ага, так и думали. Срезал и на нем повесился. Либо его повесили. Ну, либо-либо. И там еще глянь, под сиденьем на коврике. Занятные вещицы. А что это? Мозаика. ГДРовская. Дорогая игрушка, между прочим. Зря она его из дома выпроводила. Смотри, как детей любил. Такие подарки. Игрушки производства ГДР – мечта советских ребят. Яркие, качественные и не такие, как у всех. Наличие ГДРовских игрушек у детей говорило о том, что семья зажиточна, имеет знакомство и широкие возможности. Таким отдать 15 рублей за импортную куклу Сонни не жалко. При том, что ее отечественная конкурентка Аленка стоила в пять раз дешевле. Супруга Александра Новикова Людмила приехала в Непропетровск и опознала труп. Никаких сомнений не осталось. В Самарском лесу погиб ее муж. А вот насчет причин смерти ситуация прояснилась на следующий день, когда пришли результаты экспертизы. На костях трупа нашли следы травм и переломов, полученных перед смертью. Ребра, череп и рука. Скорее всего, перед смертью Новикова избивали и только потом повесили. Версия самоубийства отпала. К делу подключилась прокуратура. Спасибо, Женечка. Это ведь моя работа. Рука занята. Понимаю. Приветствую. Лесной труп. Приступим? Утого же четыре дня как. Ну, введите в курс дела. Александр Новиков геолог. Жил в Донецке. Жена, дети. Полгода работал на Севере. Хорошие заработки. Не говорите того, что и так понятно. В начале марта он своему пасынку подарил мотоцикл. И через несколько дней этот пасынок разбился. И после этого его жена выгнала из дома. А когда он погиб? Примерно с 7 по 11 марта. Почему так? Могу показать. Лесник подсказал. Значит, здесь у нас Гвардейская, тут Орловщик. Река Самара. До участка, где найдено было тело, можно добраться только через мост. Но он 11 марта был закрыт на ремонт. То есть машиной сюда уже никак не проехать. Вот предполагаю, что с 7 по 11 марта. Понятно. Кто убил? Жена могла убить? Нет, вряд ли. Столько переломов и тело повесить. Хорошо, допустим. Дальше. Где он останавливался после того, как его жена выгнала? Там, возле леса, живет его брат с женой. Говорят, он к ним приезжал третьего, купил у кого-то мотоцикл и уехал в Донецк. Товарищ капитан, говорят, или его там действительно не было? Проверяем. Все? Нет. Есть еще варианты, что он оставался у однокурсника. Тот ударил телеграмму, собирался на пьянку. Ну, в честь годовщины выпуска. Годовщина выпуска в марте? Ты вспомни свою годовщину выпуска. Совсем не поменялось. Так. Однокурсник этот где живет? Я дал задачу почтальону, проверяем. Мне нравится, мне все это. Поехали к брату. Вставайте, вставайте. Орешки свои не забудьте. Змея. Ну, говори, падаль. Последний раз спрашиваю, где вы были седьмого по одиннадцатого марта? Выйди. Выйди, говорю! Женщина у меня есть. Ну, как? Считай, семья вторая. Так вот, мы с ней в Полтаву ездили на свадьбу. Почти неделю гуляли. Нинка не знает. Ну, хорошо, это мы проверим. А ваш брат? Такой же. В смысле? Сейчас. Сашке в апреле письмо на ящик пришло. Я открыл. Гляньте, там интересно. Ну, тут много. А если коротко? А если коротко, то там от женщины, с которой он жил в Магадане, она просит, чтобы он больше не появлялся в ее жизни. Хм. А как зовут девушку? Элеонора Чентурия. Из Магадана. Ага. Значит, в Донецке одна семья. А кто эта женщина? Я почем знаю. Я как открыл письмо, ржал неделю, наверное. Выходит, семейно это у нас. Кобелюки вы и подохните, как собаки. Ты это, к глупости не болтай, женщина. Ты вообще-то Сашку и не знала толком. Кстати, а вы не знаете, здесь поблизости живет кто-нибудь из однокурсников вашего брата? Откуда вы знаете? Заходил тут один паренек, Генка. Ну, я ему дал донецкий адрес. А как фамилия этого Генки? Ну, вы задачки ставите. Сейчас. Опять туда лезть надо. Так. О. Вот студенческий альбом Сашки. Вот этот приходил. Пасько ГВ. А вы знаете, где живет этот Пасько ГВ? Нет. Не знаю. Но знаю, что недалеко. Они с Сашкой в студенчестве вместе в институт ездили. Таким образом выяснилось, кто решил организовать встречу однокурсников. Ну, вот это мы вам вернем. А вы кое-что забыли. Что? Ну, адрес вашей второй семьи. Ваши алиби проверить надо. Алиби брата подтвердилось. В те дни, когда убили Александра Новикова, он был в Полтаве. Тем не менее, сыщики не понимали, почему человек с женой в Донецке, любовницей в Магадане, был убит в Днепропетровской области в нескольких километрах от родительского дома. Приблизиться к ответу удалось на следующий день, когда тщательнее присмотрелись к фотографиям в этом альбоме. На следующий день оперативник и следователь отправились в Горный институт, на факультет, где учился убитый. Я хорошо помню эту группу. Была молоденькой, а они флиртовали. А Новиков этот особенный. Жаль парня. Замдекана нашла нужную информацию. Это был адрес Геннадия Пасько. Жил он в поселке Гвардейское, в десяти километрах от того места, где нашли труп Новикова. И что, он до сих пор там живет? Ну, а почему нет? А что там делать инженеру-геологу? Ну, конечно, есть что. В пятидесятые решили танковую дивизию расположить. Ну, это я помню. Но ни воды, ни дорог, ничего для жизни людей там не было. Там работы хватало. Еще и внукам хватит. Так, стоп. А вы помните девичью фамилию Магданской жены убитого? Элеонора Чентурия. Ну? Вот парень. С точно такой же фамилией. Ну, и что это нам дает? Поедем в Гвардейское и выясним. Спасибо вам. Значит, вы крокодил. Ну, ваша телеграмма так была подписана. Да, это потому что я гена и играю на баяне. Ну, задача была легкой. Я подозреваю, что вы сюда не только из-за этого приехали. Да. Погиб ваш однокурсник Александр Новиков. Что? Когда? Ну, вот это мы и пытаемся выяснить. Скажите, встреча однокурсников состоялась? Да, восьмого числа. И Сашка приехал на день раньше, правда. Вот с этого момента поподробнее. В каком настроении он приехал? Что говорил? Ну, я раньше никогда его таким мрачным не видел. Ну что, выпьем за женщин? М-м-м. Только они за них. О! Давай за детей выпьем. Ведь бабы, они же приходят, уходят. А вот дети остаются. Не начинай. А я не начинаю. Погоди. Мишаня, держи. Ого! Спасибо, дядь Саш. Да не за что, родной, не за что. Давай. Так, все. Парни, я спать. Значит, он приехал седьмого числа. И что, сразу завалился спать? Да, а что? Ага. Погодите, ну и что было восьмого? Восьмого у меня собралось человек шесть однокурсников. А среди них был некий А. Чентурия. Темка? Да, был. Артем, в смысле. Ага, Артем. А Элеонора Чентурия ему кто? Бывшая жена. Ну вы поняли. Это Элеонора, институтская красавица. Она училась на том же факультете, курсом младше. Десять лет назад за ней ухаживали двое. Александр, Новиков и Артем Чентурия. Победил последний, но, как оказалось, не окончательно. Судьба вновь свела эту троицу вместе. Они завербовались на одно и то же предприятие в Магадане. Новиков отбил Элеонору. Любовники даже съехались, но прожили вместе недолго. Ну что, за встречу уже пили. Предлагаю выпить за дружбу. Организатор встречи выпускников о конфликте Новикова и Чентурия не знал. Поэтому позвал обоих. О, а вот и Чентурия пожаловали. Да ладно тебе, ну опоздал чуток. Ну пардон. Все хорошо. Давай. Проходи, присаживайся. Ребят, подвиньтесь. Я же спрашивал, кто будет. Ты о чем? А ты сядь, сядь. Зачем людям праздник порчат? Куртку дай. Ну все же хорошо. Че ты? Куртку верни. Я с этим сидеть не буду. И что было дальше? Сели за стол, позвонил телефон, я взял трубку. Какой-то мужик попросил Сашку. И он что? Поговорил, повеселел. Еще немного посидели и начал собираться. Однокурсники вышли проводить Новикова, пробовали отговорить от поездки. Но тот сказал, что должен забрать соседа на автовокзале. Будешь у брата, звони, приеду. Ну конечно. Давай, береги себя. Так, Мишаня, а ну давай забирай свою мозаику. Дядя Саня ехать нужно. Вот здоровый пацан вырос. Давай, смотри за папой. Все, мужики. Значит, Новиков поссорился с Чентурией. И через час вам домой позвонил неизвестный. А это мог быть Чентурией? Не думаю, я бы узнал голос. А какой был голос у звонившего? Ты думаешь, он вспомнит? Полгода прошло. Не скажите. Давайте. Хозяин дома хорошо запомнил тот разговор. Сначала тишина, затем послышался мужской голос. У звонившего было явное заикание. Алло. Алло. Позовите, пожалуйста, Новикова. Саш, тебя. Позвольте, Новикова. Алло. Алло, кто это? Значит, вы говорите, он сказал, что должен соседа с автовокзала забрать. Голос с заиканием. Спасибо. Что, есть идеи? Есть несколько. Это Николай Башко, сотрудник Донецкой почты и сосед убитого. Характерная примета – заикание. Это он принес в дом Новиковых телеграмму с приглашением на встречу выпускников. И, судя по всему, одним из последних видел Александра живым. Хотя умолчал об этом при встрече с оперативником. Хозяева. Есть кто дома? Сыщики приехали в Донецк, но почтальона дома не оказалось. Они решили зайти к вдове Новикова, чтобы погреться и прояснить новое обстоятельство. Холод собачий. Хоть бы дома была. Так-так. Насколько я помню, у убитого был 45-й размер. Ну? Ну, а эти где-то 42-го, да? Похоже, у кого-то личная жизнь наладилась. Хоть у кого-то наладилась. Есть кто дома? Почтовая сумка? Да. Хозяюшка! Хозяюшка! Ой, это вы! А я тут шью и не слышу. А вы... Следователь Лепетун. А что хотели? Людмила, скажите, Николай давно у вас живет? Кто? У вас тут сумка почтовая. А, да и ты сосед меня просто попросила заштопать. А сапоги-мужки там на входе тоже штопать? А к чему вы это? Мила! О! Здрасте, а что происходит, Мила? Что случилось? Гражданин Башко. А что ж вы мне не позвонили, не сказали, от кого телеграмма пришла? Так я это, ваш номер забыл. Да? А мне кажется, вы хорошо телефон вспоминаете. Это ж вы звонили в дом однокурснику Новикова. Николай, Людмила, в ваших домах будет проведен обыск. А вы, Николай, поедете с нами. Поговорим в моем кабинете. Коля, что происходит? Нет, о чем они говорят? Собирайся давай. Коля, о чем они говорят, Коль? Коль, ну объясни, о чем они говорят? Стоять! На живот! Руки! Ну что? Попался? Почтальон печки. Под Днепропетровском в лесу обнаружен труп геолога Александра Новикова. Экспертиза подтвердила, это убийство. Выяснилось, незадолго до смерти Новиков встречался с однокурсниками. Во время застолья ему позвонил неизвестный, который сильно заикался. После разговора с ним Александр сразу стал собираться домой. Под подозрение попадает сосед Новикова, почтальон Николай Башко. Восьмого марта? Так я, это, выходной был. Целый день отсыпался. И никто вас не видел? А кому я нужен? Все баб своих поздравляли. Значит, восьмого марта вы не видели покойного Новикова? Не-а. Его как Милкова выгнала за порог, так его больше никто и не видел. Я думаю, вы врете, Николай. Восьмого марта вы точно были в автомобиле убитого. Это ваша обувь? Ваша. В пристройке нашел. Это полботинок. Вещь как бы хорошая. Но знаете, какой в ней минус, товарищ следователь? За год всего пару раз оденешь. То весна быстро проходит, то осень. Вы о чем? Вы о чем? О том, что вы их с весны не одевали. Что там еще? Такой же фрагмент мозаики был найден в салоне автомобиля убитого. Угу. Вот вам и мозаика. Ну что, Николай? Поможете нам собрать недостающие детали мозаики? Сотрудничать будем? Будем. Ну, расскажите нам, как все было. Я Милу люблю. Мы, когда молодыми были, встречались. Я потом в армию ушел. Она замуж выскочила. Старшего родила. Потом развелась. Новиков этот откуда-то появился, непонятно. А я ждал. Уже ждал. Думал, пускай нагуляется. Продолжайте. Правда ведь такая. Половинчатой не бывает. Дальше. Там-то такое дело. Новиков старшему мотоцикл подарил. Парень разбился на нем. Горе-то какое, милочка. Переживем, переживем. Вступайте. Убью. 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 Убью тебя. Убью тебя. Ненавижу, мрач. Скотина. Я потом его встретил. Но он меня всерьез не воспринимал. А откровенничал. И рассказал про все свои планы. 7 марта Мила выгнала Новикова из дома. И куда ты теперь? Сначала к однокурснику, а там посмотрим. Вернусь в ноги, упаду. Может, остынь и допустит. Кроме нее, Коля, мне никто в этой жизни больше не нужен. Здрасте. Утром 8 марта Николай пришел к Миле. Предлагал свою помощь. Намекал на то, что может стать хорошим отцом для ее дочери. Не переживай. Коль. Ты, конечно, хороший парень. Но нет, прости. Да не переживай. Я... Я... Коль. Помогать буду. Просто иди. У меня есть муж. Он скоро приедет. И у нас все будет хорошо. Надо просто остыть. И тебе тоже, Коль. Надо остыть. Надо остыть. Надо просто остыть. И тогда я понял, пока Новиков жив, мне, Милый, не видать. И как вы все провернули? А вот так. Телеграмма. 8 марта его ждали в Гвардейском на встрече выпускников. У меня был телефон однокурсника. Легкий. У меня память натренирована. Алло. Алло. Позовите, пожалуйста, Новикова. Саш. Тебя. Алло. Алло, кто это? Саня, это я, Башко, сосед твой. Тут такое дело, Мила переживает, просила найти тебя. А как ты нашел меня? Так, вот это, телеграмма. А. Слушай, а ты где? А я тут, недалеко, в Новомосковске. Ты что, ради меня приехал? Да нет, конечно. Я в Днепропетровске был. Вот, возвращаюсь домой сейчас на автовокзале. Ну, так, давай я заберу тебя. Ага. Сашка приехал через час. Тут-то капкан и захлопнулся. Он-то думал, едет к Милле мириться. А оказалось, что в последний путь. Что это тут у тебя такое? А, это пацан игрался. Слушай, давай пока ход не набрали, отольем. Да давай дальше, там лес начинается. Эстет. Слушай, Колясь, а хорошо, да, что Милка одумалась? Ай, очень хорошо. Коль! Коля! Новиков, когда вырубился, я его в машину затащил и в лес отвез подальше. Там я оставил. Решили насценировать самоубийство? Да. А что? Все соседи знали, из-за кого Милкин сын погиб. Так сказать, совесть замучила. Николай отогнал машину Новикова подальше от дороги, срезал ремень безопасности и сделал из него петлю. А вдова Новикова знала о вашем геройстве? Да ну что вы, боже упаси. Она меня не простила. Она ведь его любила. Поэтому я и решил его убрать. Вместе бы они это дело не закончили. Так. Познакомьтесь. Изучите. Позже распишитесь. Интересная история получается. Две семьи у человека было, никто и не кинулся его искать. Так потому что он и дерьмом был, вот я и решил и... Это вас не оправдывает. Идем. Почтальон Башко был осужден на 12 лет. Отсидел срок полностью. Вышел на свободу, но в Донецк не вернулся. Он знал, что Людмила вскоре вновь вышла замуж. Родила ребенка. Башко не приехал в Донецк, когда узнал, что женщина вновь свободна. Бывший почтальон так и прожил до смерти в одиночестве. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Привет. Не ждала тебя. Ну что, попробуем трофей. Вещь. Дай попробовать на донышке. Коль. Коль, ты чего? Коль, а что с тобой? Коля. Коля. Вечером 5 декабря 1979 года внезапно скончался Николай Ткач. Он вернулся из командировки, выпил рюмку коньяка и упал замертво на глазах своей сожительницы Тамары Никитиной. Тамара вызвала скорую. Врачи сразу же установили сильнейшее отравление мышьяком. Вслед за скорой прибыла следственно-оперативная группа. Я такого еще не видел, что на бутылке отпечатки не только жертвы. Бутылка запечатки не только жертвы. Бутылка запечатана была? Спросил. Нет. По словам женщины, он принес ее уже открытую. Пойду пообщаюсь с женой. Это сожительница. Кстати, на бутылке ее отпечатков нет. Ясно. Тамара никак не могла прийти в себя от случившегося. Она была вся в слезах. Тамара объяснила, что Николай принес коньяк и сказал, что столкнулся у подъезда с ее бывшим мужем. Они повздорили. Он бутылку у него забрал. Трофей ему говорит. А что ваш муж делал у подъезда с бутылкой коньяка? Так кто ж его знает? Таскается вечно. Мне же только жить нормально начало. Что теперь? Где я могу найти мужа вашего? Адрес черканете? Давно в разводе? Ты не развелась еще. Ну что скажете, Никита Константинович? Есть интересный момент. Слизистая во рту жертвы полностью обожжена. Химический ожог. Я не судмед, но доза огромная. Простите. Простите, а вы из милиции? Да, а вы кто? А я с верхнего этажа, соседка и дядя Коля. А скажите, это правда, что он умер? Правда. Ужас. Это все из-за Тамарки. Ну, трудись. Почему из-за нее? Отчего это она при живом мужа сюда приехала? А у Пыра этот ее постоянно таскался сюда. Скандалил. Часто таскался? Ну, когда дядя Коля был не очень. А как только он командировал, так и этот здесь. Я видела сегодня, как они столкнулись. Серега, ты что ли? А ты что здесь делаешь? Мне с женой поговорить надо. Отвали. Слушай, хочешь с Томкой поговорить? К себе приглашай. А я тебя в гости не звал. А отвалить? Запросто. О, а это что? Фу. Хороший коньяк. Красиво ухаживаешь. Отдай. Пожалуйста. Обойдешься. Контрибуция за вторжение. Иди давай. Не пойду. Мне с женой поговорить надо. Еще раз Томке припрешься? Прибью. Понял? Смотри, не сдохни раньше. Томка все равно ко мне вернется. Так и сказал. Смотри, не сдохни раньше. Да, так и сказал. Что потом было? А потом дядя Коля к себе поднялся, а этот сел на скамеечку и плакал. Потом ушел. Точно ушел? К квартиру не поднимался? Точно. Опрос других соседей подтвердил. Стычки между Николаем Ткачом и бывшим мужем Тамары Сергеем Никитиным бывали. Результаты экспертизы показали, что в коньяке содержится так называемый реальгар, сульфид мышьяка с примесями серы. Это вещество не используют ни в медицине, ни в химической промышленности. Там обычно применяется уже очищенный мышьяк. Реальгар это минерал. Кроме геологов и разработчиков месторождений, его вряд ли кто-то видел. И погибший Ткач и Никитин – геологи. Сергей Никитин работал младшим научным сотрудником в научно-исследовательском геолого-разведочном институте. У него был доступ к реальгару. В связи с открывшимися обстоятельствами дело передали в прокуратуру. Расследование поручили следователю Павлу Ивановичу Маркелову. Вы ошибаетесь. Никого я не травил, тем более Кольку. Тем более. На допросе Никитин утверждал, что они с Ткачом коллеги и даже приятели. Так то раньше было, пока к нему ваша жена не ушла. Свидетели сказали, что вы ни разу угрожали Ткачу. Да, я люблю Томку. Хочу ее вернуть. Но Кольку я не травил. Как в коньяке оказался... Коль, как его? Реальгар, Павел Иванович. Реальгар. Понятия не имею. Но ведь коньяк ваш. Да... Да я бы никогда... О, Боже. Я только сейчас понял. Ведь это я сам мог бы отравиться этим коньяком. И Томка. Вы спектакль здесь не разыгрываете? Послушайте, ничего я туда не добавлял. Никитин рассказал, бутылку взял на юбилее заместителя института по научной работе. Оттуда и направился домой к сопернику. Ну, перебрал немного. Мы повздорили. Ну, меня и вытолкали. Вот тогда я бутылку и прихватил. Французский коньяк вот так вот просто прихватил. Он у вас там ящиками? Да я у себя в кабинете на столе увидел бутылку, подумал, пойду к Томке, пока Колька в командировке. Да как? Коньяк оказался у вас в кабинете. Бутылка была закупорена или открыта? Не помню. Меня выгоняли. Я быстро схватил ее за пазуху и все. А потом возле парадного Колька меня встретил и бутылку отобрал. Следователь Маркелов склонялся к тому, что Никитин виновен. Но была одна нестыковка. Ткач находился в командировке, и Никитин об этом знал. Как и то, что вернуться он должен был вечером 6 декабря. Ткач решил приехать на день раньше, 5-го. О том, что он в последний момент поменял билет, не знала даже его сожительница Тамара и ее муж Сергей Никитин тем более. Поэтому спланировать убийство соперника Никитин не мог. А что если Ткач стал случайной жертвой? Никитин утверждал, что бутылка импортного коньяка появилась на столе в его кабинете неожиданно. О его слабости к спиртному знали многие в институте. Что если яд предназначался Никитину? Никитину. Товарищи, ну что вы такое говорите? Яд в коньяке? Да мы геологи. Самые добрые люди на земле. Простите, мусор не вынесли. И хорошо, что не вынесли. Из-за чего же поругались? Самые добрые люди и выгнали сотрудника с праздника. Никитина? Ну, раз выгнали, значит было за что. Они с Олегом Семеновым сцепились. А кто такой Семенов? Зав. Лабораторией. Они с Никитиным давно на ножах. А из-за чего сцепились? В этот раз из-за картины. Какой картины? Семенов юбиляру картину подарил. Да. Дмитрий Антонович, а у меня для вас сюрприз. На картине были изображены сотрудники института во время одной из экспедиций пять лет назад. Картина по фотографии. Как придумано, а? Отдал фотографию художнику. И вот. Ну, уважил, уважил. А фото где взял? Так а помните, к нам приезжал корреспондент из Уральского рабочего? Ну, я ему написал, мол, а не пришлешь ли ты нам засранец фото, разве ж статью не написал? Смотрите, там же Пашкин рюкзак. Началось. Подождите, это точно он, я помню. Коллеги, давайте присядем, выпьем. День рождения все-таки. Ну, за лучшего шефа в мире. Погнали? Подождите. Подождите, говорю. Где фото? Я разберусь. Не порть праздник. Убери руки под халимская морда. Я докажу, я... Там... Это я тебе докажу. Там нет ни Пашки, ни его рюкзака. Заткнусь. Ну, извините, коллеги. Давайте выпьем. Да ничего страшного, бывает. В общем, выперли Никитина, перебрал он. И ему умерщица что-то начала. В Ростове-на-Дону отравлен геолог Николай Ткач. Экспертиза установила, яд подсыпали в бутылку коньяка, которую Ткач взял у своего коллеги Сергея Никитина. Бутылка попала к Никитину с праздничного стола, отмечали день рождения зав. Лаборатории геолого-разведочного института. Сыщики считают, что Ткач стал случайной жертвой. Возможно, преступник хотел отравить Сергея Никитина. Но мотив запланированного преступления не ясен. Понятно. А кто такой Пашка и что за рюкзак? Вы знаете, я тогда здесь еще не работала. Это вам Дмитрий Антонович расскажет. А картина где? А Дмитрий Антонович сразу, как Никитина выперли, ее к себе отнес. И где же мне Дмитрия Антоновича найти? Идемте. Идемте. Павел Иванович, смотрите. Заместителя директора института по научной работе Дмитрия Антоновича Бобрицкого в кабинете не оказалось. Сыщикам пришлось ждать. Маркелов. Да знаю я прокуратура. Да, следователь Павел Иванович Маркелов. По поводу... Да я знаю, знаю вы по поводу Никитина. Мало того, что он сорвал мое день рождения, так еще отправил на тот свет нашего лучшего сотрудника Ткача. Ваша? Ну да, мое. А сколько всего было бутылок? Бобрицкий вспомнил. На юбилей коллеги из смежных организаций ему прислали букет цветов и две бутылки импортного коньяка. Одну мы нашли в мусорном ведре, вторую Никитин забрал с собой. Сказал, что со своего стола. Отсюда вопрос. Как коньяк попал в кабинет Никитину? Ну, я откуда знаю. На день рождения я одну бутылку открыл, вторую поставил себе в кабинете. А вторую бутылку открывали? Да нет, не успел. Ну, я думаю, что Никитин это, его работа, он любитель выпить. Хотя, кстати, кроме бутылки еще пропала картина. Уж не та ли, из-за которой скандал произошел? Да, та ли, та ли. Никитин ее хотел забрать. А где была картина? Да вот здесь поставил утром. Прихожу, нет. Странную ситуацию, не находите? Ну, да ладно. Скажите, а что это за история с рюкзаком? Это наш сотрудник Павел Каразин погиб в одной из наших экспедиций. Никитин был его лучшим другом и вбил себе в голову, что это убийство. А на самом деле? Это было в Сибири в 74-м году. Несчастный случай. Сорвался в ущелье. Вот все почему-то думают, что геолог – это романтика, зарплата. В 60-е и 70-е годы геологи – новые герои поколения. Наряду с летчиками и космонавтами. Запрос на покорителей природы огромный. Экспедиции по поиску новых месторождений полезных ископаемых снаряжаются во все уголки страны. Вузы один за другим открывают факультеты геологии. Уже к концу 1960-х геологи Советского Союза составляют половину всех геологов мира. Об их открытиях пишут в газетах, о них поют песни, снимают фильмы. «Алешкина любовь», «Неотправленное письмо», «Легендарная сибириада» Андрона Кончаловского и «Короткие встречи Киры Муратовой». Вот только некоторые из фильмов, в которых романтизировалась профессия геолога. Ясно. Скажите, у Никитина есть враги? Ну, был он на ножах с Семеновым и Ткачом. А с Семеновым из-за чего? Никитин выпивает, но он талантливый геолог. А Семенов, Семенов умница, но у него была такая административная жука. На основании чего происходили споры? Семенов в своей статье каждый год печатает в научном журнале, ну, а Никитин их критикует и насмехается. Так? Ну, конечно, критика конструктивная в основном. Но Олег Семенов человек такой самолюбивый. Визит в институт ситуацию не прояснил. Было совершенно непонятно, для кого предназначался отравленный коньяк. Никитин враждовал с погибшим ткачом. С Никитиным часто ссорился заведующий лаборатории Семенов. Не был исключен варианты того, что кто-то захотел освободить кресло зама по науке и подмешал яд самому имениннику. Как выяснили сыщики, доступ к риальгару, ядовитому минералу, найденному в коньяке, был у многих работников института. Также оставалось неясно, зачем похитили картину. Для ответа на этот вопрос нужно было понять, что же действительно произошло пять лет назад. Узнал что-нибудь? Через минуту Никитина приведут. Да. Вот. Так, Коля, а давай без загадок, а? У меня допрос. Павел Иванович, та экспедиция искала алмазы, но не нашла. В разгаре экспедиции в ущелье сорвался ее руководитель, Павел Каразин. Несчастный случай. Рюкзак при нем был. Был. Ясно. Интересно, тогда действительно, как его рюкзак оказался на картине? Павел Иванович, вы что, верите Никитину? Здравствуйте, Никитин. Присаживайтесь. Да что вы меня маринуете? Не сыпало я яд. Ну, как же... Успокойтесь, не откачи сейчас речи. Расскажите про картину, про своего друга, Павла Каразина, и про то, где вы на самом деле взяли бутылку коньяка. Ну, про коньяк я вам сказал. На столе у меня стояла в кабинете. А про картину я всегда говорил, что Пашку убили. Только мне никто не верил. Расскажите. А мы послушаем. Никитин рассказал, что в день гибели Павла Каразина к ним в экспедицию приехал корреспондент из газеты «Уральский рабочий». Товарищи, ну и где же ваш руководитель? Не серьезно относитесь? О, а вот и Бобрицкий. Давай к нам. И Каразин, наверное, где-то на подходе. А где, Паша? Не знаю. В кадр, в кадр. Будет без руководителя. Снимаю тех, кто есть. Пленка хорошая? Цветная. ГДРовская. А цветная зачем? Все равно в газетах черно-белая. Через час, когда Пашка не вернулся в лагерь, мы пошли его искать. Нашли в ущелье. Только рюкзак был с ним, не его. Да зачем кому-то менять рюкзак? В нем алмазы были. Он нашел. Подождите. Нам сказали, что экспедиция алмазов не нашла. Пашка только мне рассказал. Поэтому мне никто и не верил. А Семенов, козлина, из меня псих оделал. Мол, я подругу тоскую. Серега, хватит пить. Пашку не вернешь. Его убили. Понял? И кто? Кроме нас здесь нет никого. Значит, кто-то из нас и убил. Пашка алмазы нашел. Дим, да кого ты слушаешь? А где его рюкзак, а? Где? В ущелье. Там, где и Пашка. Нет его в ущелье. Так, Никитин, прекращаем пить. Собираемся. Экспедицию свернули. Значит, про алмазы знали только вы? Да. И кто, по-вашему, толкнул в пропасть Павла Каразина? Тот, у кого рюкзак Пашкин в последний день был. Как вы вообще эти рюкзаки различаете? Они же не наковы. У Пашки шнуровка черная была, а у нас у всех белая. Тело Пашкина подняли, а рюкзак нет. Но шнуровка там белая была. Но шнуровку можно заменить. Пашка бы не заменил. Он всегда с черной ходил. Еще шутил, мол, это как траурная ленточка в память о погибших геологах. Ладно. А кто на картине был с рюкзаком? Да никто. Я просто заметил рюкзак в углу картины. Обратил внимание на то, что шнуровка черная. Художник мог просто так нарисовать. Зачем? Художник с фотографией рисовал. Как было на фотографии, так и нарисовал. Я стал обсуждать, а Семенов, ну, короче, выперли меня. Скажите, а вот из актового зала вы сразу к себе в кабинет пошли? Нет, в уборную забежал. Поплохело мне. Сколько в уборной пробовали? Это полчасика. Восемь я в кабинете был. Там часы напротив двери. Так, пока идите домой. Но из города не уезжать. Маркелов решил проверить слова Никитина. Если тот говорил правду, то отравленный коньяк могли принести в его кабинет в то время, когда он был в туалете. Следователь теперь допускал, что именно слова Никитина о рюкзаке на картине запустили цепочку событий, которая привела к смерти ткача. В институт отправился оперативник. Его задачей было установить, кто 5 декабря в промежуток между половиной восьмого и восемью часами вечера в разгар юбилея покидал актовый зал. Практически все сказали, что из зала вместе с Никитиным вышел Семенов. И вернулся только спустя 20 минут. Ну да, я выходил из зала. Кто-то же должен был выставить этого придурка Никитина. Выставить Никитина из зала – это 5 минут. А что вы делали в оставшиеся 15? А почему я должен перед вами отчитываться? Павел Иванович, смотрите. Оперативник указал на пустующее место в экспозиции, где была табличка «Риальгар». Надо же, как интересно. Табличка есть, а минерала нет. Там не все образцы. Какие-то в других лабораториях, какие-то лаборанты растащили на подарки. За всеми не уследишь. Образец оттуда, вот. Не прикасайтесь! Как он там оказался? Я же сказал, лаборанты хозяйничают. А, и все же. Где вы находились в оставшиеся 15 минут? Выходил свежим воздухом подышать. Такое объяснение вас устроит? Нет, не устроит. Следователь объяснил кабинет зама по науке через две двери от кабинета Семенова. А кабинет Никитина прямо напротив, а у вас вот. Вы хотите сказать, что я взял коньяк в кабинете Бобрицкого, подмешал туда яд и поставил на стол Никитину? Именно это я и хочу сказать. Да я же сам вам показал этот чертом минерал. Мы похитрее многоходовочки встречали. Кстати, а можно взглянуть на фото, с которого вы заказали художнику картину? Его нет. Пропало. Я думал, это Никитин. Интересные дела, Коль. Картина украли, фото пропало, минерал утащили, бардак. Ладно, гражданин Семенов, собирайтесь, поедете с нами, а вот здесь поработают криминалисты. Вы шутите? Нет. Ладно, я кое-кого ждал. Так, кого? Жену Бобрицкого. Интересно. Я правильно понял? И как? Дождались? Нет, пришлось вернуться на банкет. Следователь пригласил для беседы Анну Бобрицкую. Оказалось, что жена зама по науке гораздо моложе своего супруга. Да, в тот вечер мы с Олегом должны были увидеться. И что же помешало? Не что, а кто. Кто же? Я не знаю. Анна объяснила, муж не настаивал на ее присутствии на банкете. Не семья собирается, коллеги. Но она пришла в институт ради встречи с Семеновым. Забежала к мужу в кабинет, зная, что он в актовом зале. Но неожиданно кто-то зашел. Я даже не знала, что делать. Я стояла и пряталась за шторой, как дура. И кто был в кабинете, вы не видели? Я же сказала, что нет. Разве что бутылка коньяка со стола пропала. А в котором часу это произошло, не помните? Я приехала где-то к половине восьмого, а в восемь уже поехала домой. Ну, а что я еще должна была делать? А что, другого места для встречи с любовником не нашлось? Вы не знаете моего мужа. Он Семенова от себя ни на шаг не отпускает. Ну, так выходили бы замуж за Семенова. А надо будет, и выйду. А пока что я кандидатскую пишу. Маркелов, слушаю. Что? Сейчас будем. Следователь и оперативник приехали к дому Никитина после того, как он позвонил Маркелову и рассказал, что в его квартире есть кто-то посторонний. Приехал, смотрю, фонарик по окнам бегает. Точно кто-то там. Он и сейчас там. Вон, видите? Они же думают, что я у вас. Да может, это домушник просто. Ладно, встаньте так, чтобы не отсвечивать. И главное, чтобы из окна вас не было видно. Коля. Надо было наших вызвать. Вызовем, если надо будет. Тихо. Добрый вечер. Областная прокуратура. Мы войдем? Ну, что я говорил? Это все из-за картины. Убийца заметает следы. Вы посмотрите, тут же только фотографии из моих экспедиций. Коля, позвони своим, сообщи о проникновении в квартиру. Пусть ребята выезжают. Теперь вы мне верите? Верим. Верите? Меня хотели заткнуть, но я молчать не буду. Пашка, отомщу за тебя. Коля, Коль, выведи. Подождите, пожалуйста, в кухню. Идемте, чайку попьем. Вот, 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 чайку. Идемте. Как там тебя? Вася. Что, Вася, рассказывай, зачем тебе понадобились эти фотографии? Домушник объяснил. Он задолжал одному человеку. Тот сказал, что спишет половину долга, если Вася выполнит его просьбу. Стащит фотографии. Дальше. Ну, что дальше? Что же не кража? Так, проникновение. Чужое жилище. А, грамотный. Так вот, грамотный. Ты мое удостоверение видел. Следователь прокуратуры. А что это значит? Что прокуратура не занимается такими делами. Молодец. Мы по-особо тяжким. А ты теперь являешься одним из фигурантов нашего дела. А дело наше, Вася, убийство. Соображаешь? Ты на меня жмуряка не вешай. Кто заказал тебе эти фотографии? Я не знаю его имени. Кличка Пус. Я ему в карты проиграл. Ну, поднимайся. Поедем к твоему человеку. Заодно и фотки отвезем. Нет. Я должен их сжечь. В смысле? Я должен быть в 9 часов вечера на пустыре. Здесь, недалеко. Сжечь эти фотографии. Иначе наш уговор не выполнен. Черт. Уже почти половина девятого. Коля! Да? Коль, давай живо бригаду на пустырь. Поднимайся, Василий. Давай, давай, давай. Вот фотографии, которые пытались похитить из квартиры Никитина. Их не так много. И практически на всех. Никитин, его погибший друг Павел Каразин и другие идеологи. У всех одинаковые рюкзаки. Знаменитый оболаковский рюкзак. Начиная с 60-х, такой был чуть ли не в каждом доме. Модель снаряжения названа по фамилии его создателя, легендарного альпиниста Виталия Оболакова. Его рюкзак плотно прилегал к спине и не перекатывался при ходьбе. Имел металлические пряжки, карманы по бокам и большой верхний клапан, который накрывал все сверху. Вплоть до 80-х годов с таким рюкзаком ходили в геологические экспедиции и турпоходы, в лес по грибы и ездили в колхоз на картошку. Никитин был прав. На всех рюкзаках, попавших в кадр, белая шнуровка, кроме рюкзака Павла Каразина. Возможно, тот, кто поручил домушнику выкрасть эти фотографии, не хотел, чтобы у Никитина было подтверждение его слов о необычной шнуровке на рюкзаке Каразина. Когда следователь услышал об условии, которое поставил пуст домушнику, то понял. Заказчик лично будет наблюдать, как фотографии сгорят на пустыре. Времени было в обрез. Но Маркелов не собирался упускать шанс распутать это дело и понять, действительно ли тайна гибели Павла Каразина пять лет назад могла стать причиной убийства Николая Ткача. Следователь наблюдал за пустырем, ожидая подкрепления. Ребята на месте. Да время уже. Надеюсь, за домом Никитина никто не следил. Да вроде никого не было. А вон там деревья, надо бы проверить. Добро. Давай. Коль! На тебя бежит! Стоять! Убегавшим оказался заместитель директора НИИ по науке Дмитрий Антонович Бабрицкий. Вечер добрый, Дмитрий Антонович. Что же это вы по пустырям-то бродите? В Ростове-на-Дону отравлен геолог Николай Ткач. Экспертиза установила, яд подсыпали в бутылку коньяка, которую ему дал коллега Сергей Никитин. Ткач, по мнению следствия, случайная жертва. Отрава предназначалась Сергею Никитину. Несколько лет назад, во время экспедиции по поиску алмазов, погиб лучший друг Никитина Павел Каразин. Сергей утверждал, что это был не несчастный случай. В квартире Никитина задерживают вора, который должен был украсть фотографии с экспедиции и сжечь их на пустыре. На месте поджога обнаруживают зама по науке Дмитрия Бабрицкого. Подышать воздухом вышел. А вы? И побегать? Чего ж так далеко от дома? Ненаказуемо. Не в вашем случае, Дмитрий Антонович. Вася, он? Я спрашиваю, он тебе фотографии заказывал? Я первый раз его вижу. Ладно, разберемся. Давайте. Вперед. Вася. Есть. Павел Иванович, у вас, конечно, с тактикой все в порядке. Перед допросом Бабрицкого следователь послал оперативника к художнику, который рисовал картину на юбилей. Маркелов предположил, что у того может остаться эскиз картины. Коль, черная? Она таки черная? Таки, да. Давай, веди нашего зама по науке. Да-да, присаживайтесь. Ничего, ничего. Вы еще ответите за это, Шепито. Я человек не последний. У меня много друзей. Один из ваших друзей, Барыга Пуз, уже дал нам показания, когда узнал, что на вас труп. Взгляните. Удачный ракурс, не правда ли? А, вы не в курсе? Художники делают эскизы своих будущих картин. Посмотрите. Никитин держит свой рюкзак на левом плече. У Семенова рюкзак висит вот за плечами. Да, вот еще двое. Их рюкзаки тоже при них. А вот этот. С черной шнуровкой в углу картины. Вот это чей рюкзак? Да все это курум на смех. Я, Коль, никак не мог понять, почему до юбилея вот этого вот фото никто не видел. А потом понял. Каразин погиб. И статья не вышла. Семенов, подхалим. Это он нашел этого паранеру суральского рабочего. Хотел мне сюрприз сделать. Да, ему это удалось. Кстати, мы узнали не только это, а еще то, как могли познакомиться такие разные люди. Вы и Алексей Пузатенко. Дважды судимый за торговлю краденым. И кто это? А это барыга по кличке Пуз. И как я с ним связан? Вы ему на протяжении пяти лет сбывали алмазы. Вопрос. Где вы камушки брали? А может, на Урале, где, согласно вашему же отчету, алмазов не нашли? Вы бы не молчали. Чистосердечное признание. Ладно, ладно. Я взял этот чертов рюкзак, но я не убивал. Бобрицкий признался, что Каразин рассказал ему про находку. Дима, стой. Смотри. У меня в рюкзаке еще образцы есть. Но жила маленькая, думаю, нет смысла соваться с разработкой. Паша, а ведь мы можем и не говорить, что нашли алмазы. В смысле? В смысле, скажем, что их здесь нет. Следующая экспедиция будет только лет через пять. В лучшем случае. Ты что удумал? Паша, жила наша. Два раза в год будем сюда прилетать. Все, что ручным способом достанем, наше. Обалдел. Идем, там уже, наверное, корреспондент приехал. Кто-нибудь знает еще об алмазах? Да никто. Так, подожди, не договорили. Паша просто оступился. И держал сколько мог. Ну. Почему не сказали, не признались, составили липовый отчет? Павла было не вернуть. Нет. Думаю, причина в алмазах. Если бы не этот идиот Никитин, никто бы не пострадал. Красивая история. Верится с трудом. Зачем вы подменили рюкзаки? Но хотели алмазов. Надо было просто вытащить их из рюкзака, и все. Он зашил их в подкладку. Но свой рюкзак в пропасть вы выбросили раньше, чем узнали, что алмазы в подкладке. Он, когда падал, стащил меня с плеча. Вот на нем я его и держал до последнего. Я прочел отчет о гибели Павла Каразина. Лямки рюкзака были целыми. Вы понимаете, о чем я? Это все ваши домыслы. Целые были лямки или нет. Я не виноват. Пока не доказаны обратные. Вы толкали алмазы барыги на протяжении пяти лет. Узнаете? Узнаете? Ну, я отгар. Скол. Замечаете? И. И. Этому сколу ровно семь дней. Наши эксперты обратились к вашим, и ваши нас просветили. Этот минерал окисляется. Я геолог. Не читайте мне лекции. Вы убийца. На этом камушке обнаружены ваши отпечатки. Возможно, я удержал в руках. Да, в этот день сделал скол, когда я кача отравили. Но у вас нет свидетелей, что я покидал актовый зал? Будут. Как только ваши коллеги узнают, что могут сесть в задачу ложных показаний, у нас будут свидетели. Ну, вот, когда будут, тогда и поговорим. Доказать причастность Дмитрия Бобрицкого к смерти Николая Ткача не удалось, но нашлись серьезные доказательства его незаконных операций с драгоценными камнями. Бобрицкий отправился в тюрьму на 8 лет. Его место занял Семенов. Вскоре жена Бобрицкого оформила развод и вышла замуж за нового заместителя директора НИИ по науке Олега Семенова. Тамара Никитина вернулась к мужу. Правда, семейная жизнь у них так и не наладилась.